друзья всем привет вы на канале харьковчанин сегодня у нас техническая серия про то как сделать вас немного потише а именно сегодня мы будем избавляться от шумов которые идут от кпп ни для кого не секрет что автомобили производства вас не самые тихие в своем семействе и особенно это касается машин ниже приора скажем так классом да это идет десятка девятка восьмерка ну и на приорах тоже случаются отдельные случаи что сегодня хотел бы вам показать устроить устранять шумы от кпп я буду следующим образом это очень бюджетный способ который наверняка подойдет каждому значит у нас есть машина чехол от ручки кпп и многие могут заметить что от него идет немало шума а он идет зачастую из-за порванного пыльника сейчас мы на это дело все посмотрим значит разбираем снимаем чехол освобождаем центральный тоннель он снимается просто руками он зафиксирован вот такими клипсами просто поднимаем его вверх чтобы иметь доступ к внутренности и смотрим значит после того как мы освободили чехол чтобы он нам не мешал ставим коробку передачи положение нейтрали и видим что пыльник у нас вообще порван видно улицу вот вы можете даже через камеру хорошо очень видно вот это вот все там дырочка и нас есть вот вот это все наши шумы которые идут из-под днища автомобиля брызги сюда могут попадать ну и так далее все таки защищает только вот этот кожаный чехол это он некоторых тоже бывает порван естественно оттуда идут шумы у нас сегодня бюджетный вариант шумоизоляции поэтому пыльник мы менять не будем на кпп но в идеале вообще конечно поменять пыльник посмотреть в каком состоянии карданчик кулисы находится у меня уже стоит укороченный карданчик чтобы коробка переключалась более с меньшими ходами для удобства вот что я предлагаю подсмотрел этот способ тоже в интернете можно взять кусок поролона в моем случае это мочалка для мойки авто можно взять просто поролон в несколько слоев но что хорошо в этой мочалке то что у нее толщина очень высокая и плотность поролона хорошая и поролон новый поролон будет хорошо поглощать внешние шумы и смысл заключается в том чтобы одеть этот поролон на ручку кпп и чтобы она вот так вот там закрывала все это хозяйство до проделать в ней дырочку вырезать технологическое отверстие сбоку чтобы был свободный ход ручки кпп чтобы спокойно включалась задняя скорость чтобы это было не сильно туго потому что вот тут вот ну ручка должна все таки быть свободной вот нейтраль да чтобы она туда сюда вперед назад ходила и задняя скорость тоже чтобы включалась чтобы вот сюда на эти пластиковые направляющие поролон не попадал потому что они здесь и так пластиковые ну все сделано в принципе нормально ну чтобы вот этот стопор находился свободном положении тем более там уже шумов то и нету нам важно закрыть вот именно часть пыльника чтобы шум сюда к нам не попадал вот значит ребят вырезал я поролончик получилось это дело на выглядит следующим образом сделал как я говорил пространство чтобы механизм работал включалась задняя передача и ручку в саму кпп я снимать не стал а просто вырезал под нее такой разрез чтобы она здесь находилась вот когда включаешь заднюю чтобы мочалочка не выезжала ну и дальше она уже тут без напряга будет держаться сама по себе потому что поролон довольно таки толстый и плотный в дальнейшем его можно поменять на другой если он высыпется или куда-нибудь денется очень удобная очень кстати форма у мочалки как раз вот туда отложиться в эту нишу не надо ничего подрезать выпрямлять она вот так вот спрессовывается там сейчас покажу ну так просто одеваем туда аккуратненько укладываем укладываем и распрямляем чтобы она там хорошо улеглась чтобы ни за что не цепляла вот получается она будет эта мочалочка всегда находиться на кулисе и играть роль дополнительного как бы пыльника вот кстати даже вполне себе эстетично получилось проверяем ход ручки ход ручки стал немножко плотнее он так приятная такая отогащение передачи включаются нормально первая третья пятая все в принципе нормально я думаю эффекта от этого тюнинга так скажем будет очень много потому что ну все-таки поролон это хороший шумоизоляционный материал и все-таки мы избавились от лишней дырки в днище автомобиля днище это самая шумная часть в авто скажем так ну а тем более когда там только один пыльник находится резиновый тут прохудился сами понимаете о каких шумах идет речь кроме того если у кого-то дребезжит ручка вот тоже поролончик будет ее уплотнять закрываем это все кожаным чехлом сейчас одной рукой неудобно конечно ставлю сейчас поставлю вот значит установился на место закрепил этот кожаный чехол пыльник еще раз последняя проверка все передачи включаются без отягощения но появилась приятная такая полнота вот в ручке ничего не заедает проверю еще на ходу но я думаю проблем никаких не возникнет в общем вот такой вот тюнинг салона сегодня я для вас предлагаю а там решайте сами либо ездить так либо сделать авто немножечко потише спасибо что смотрели это видео оставайтесь на канале подписывайтесь не забывайте комментировать все всем спасибо всем пока